Дополнительное образование детей от самодеятельности к системе эволюции человека и общества. Педагоги, учёные, представители вузов, профсоюзных, общественных организаций, органов управления в сфере образования, культуры, спорта и молодёжной политики встретились в Российском университете дружбы народов, чтобы дать рекомендации для решения проблем дополнительного образования детей и для трансляции лучшего опыта этого направления. Дополнительное образование с точки зрения отношения, оно набирает и набирает обороты, потому что очевидно, что без дополнительного образования наше общее полным быть не может в силу его конструкции и устройства. Поэтому всё больше людей, министерств, ведомств, негосударственных организаций включается в эту сферу по разным причинам, по разным основаниям. И, по сути, мы видим все возможности для быстрого подъёма этой сферы. В дополнительном образовании мы видим очень широкий спектр направленности, она очень разнообразна. И очень много педагогов здесь не являются педагогами по базовому образованию. Они пришли, влекомые своими творческими замыслами, интересами, желанием работать с ребёнком. Поэтому здесь в дополнительном образовании мы имеем очень своеобразное сообщество, с которым важно обсуждать, согласовывать государственную политику. Важная задача в том, чтобы сформировать мотивированное на интеллектуальное творческое развитие поколения, я считаю, плеяду тех ребят, которые фактически должны сделать нашу страну и конкурентно способной на международной арене, и как экономическую державу, и как, конечно, социальное государство. И, безусловно, страну, где возможны развития творческого класса, и где, безусловно, человеческий капитал является основным, я бы сказала, драйвером, как сейчас говорят, социально-экономического развития. На повестке дня работы Третьего Всероссийского съезда вопросы, связанные с реализацией концепции развития дополнительного образования детей и стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Для нас очень важно услышать опыт регионов в развитии систем дополнительного образования, обсудить опыт лучших практик образовательных организаций, регионов в данном направлении и выработать основные предложения для Министерства образования и науки Российской Федерации, для научных и образовательных организаций в том, как будет в дальнейшем развиваться система дополнительного образования. Есть общий такой серьезный очень тренд, связанный с развитием сетевого взаимодействия, то есть общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений и, конечно, учреждений дополнительного образования детей. И вот этот сплав усилий взаимодействия, он, конечно, дает и положительные результаты. В работе съезда приняла участие министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. По ее словам, развитие дополнительного образования – важнейшее направление образовательной политики страны. За последние годы в этой сфере появилось немало успехов. А самое главное – удалось предотвратить тенденцию исчезновения организации дополнительного образования детей. В семьях, где нет такого понятия, как дополнительное образование, все сводится к обычному учебному процессу, где ребенок что-то не понимает, чем-то не интересуется. И в итоге даже те же взаимоотношения родительские и детские претерпевают некоторые сложности, потому что ребенку это неинтересно, ему бы в чем-то, где-то себя проявить, и он бы, наконец, получил желаемое, вот то, как часто мы своих детей любим хвалить и говорить – ты лучший, ты талантливый. Те цели, которые на сегодняшний момент стоят перед государством, амбициозные цели по диверсификации экономики и переходу к производящей экономике, тем более в области высоких технологий, они заставляют нас с очевидностью разворачивать систему, в которой дети будут получать не только предметные навыки, знания и факты, они будут погружаться в ту деятельность, которая даст им возможность с легкостью и комфортом войти в новую жизнь, в которой нас будут окружать высокие технологии, они станут частью изобретений новых социальных условий. Неформальное обсуждение направлений и тем, составляющих перспективы ближайшего развития дополнительного образования детей на базе этнографического парка музея «Этномир» стало одним из самых интересных моментов съезда. Попытались создать такую неформальную атмосферу общения, может быть, которой не хватило в первые два таких официальных и структурированных дня. С одной стороны, мы показали любопытную площадку «Этномир», то есть это то пространство, которое объединяет разные культуры России и создает представление о том, как устроена жизнь в рамках этих культур. А с другой стороны, мы познакомили с проектами дополнительного образования, которые могли быть полезны для каждого из участников. Это такой экшен в известном смысле слова. Мы делимся своими наработками, ищем новых партнеров. Конкретно мы занимаемся проблемой, как можно делать одаренных детей, их сопровождать в Российской Федерации. Мы сделали новую модель вместе с Агентством стратегических консерватив и с Федеральным институтом развития образования, и сейчас эту модель пропагандируем. Плюс мы очень много занимаемся вопросами, связанными с моделями дополнительного образования в Российской Федерации, уже в некотором новом постсоветском или даже постпостсоветском конфигураторе. Итогом съезда стала единогласно принятая его делегатами резолюция, которая отразила мнение профессионалов по наиболее актуальным проблемам дополнительного образования детей. Предложены варианты совершенствования государственно-общественных механизмов управления, обозначены условия повышения доступности и качества дополнительного образования, озвучены возможности обновления содержания программ, очерчены контуры решения проблем повышения мастерства специалистов. Важно выстроить систему на уровне России, чтобы у всех была возможность, во-первых, обучаться, а во-вторых, чтобы это была система такая идентичная, чтобы все понимали, чему учиться, как учиться, что от них потом потребуют, с чем они на аттестацию выйдут. Как нам всем вырулить в этой ситуации, как нам найти оптимальные решения, решения задач и проблем, которые, кстати, ставят перед нами родители. Вот как нам это все сделать, мы и собрались для того, чтобы здесь все поучаствовали в этом обсуждении. Телевидение РУДН. Новости.